МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас приветствует информационная служба телекомпании Ирбис. В эфире новости. В студии работает Владимир Чубенко. Здравствуйте. Главные события, факты и комментарии. Все это впереди, ну а пока коротко о главном. Не наломать дров. До трех лет тюрьмы может грозить охотникам на новогодние елки. Как в Павлодаре работал общественный транспорт в мороз? Делитесь мнениями на странице Ирбиса в Инстаграм. 6 плюс 2. В Павлодаре увеличат количество теплых остановок. Заявки от паломников в Мекку можно подать до 20 декабря. Спонсор новостей Аксусский завод феросплавов. Один из крупнейших производителей и поставщиков феросплавов в мире. Ажиотаж на елке в преддверии новогодних праздников ожидают лесники в Павлодарской области. Поэтому сегодня защитники природы перешли на усиленный режим работы. А вот что грозит за незаконную вырубку сосен и сколько предпринимателей получили лицензию на официальную продажу, расскажет Артем Буланов. Лесники оберегают зеленые красавицы от тех, кто хочет создать дома праздничную атмосферу, незаконно срубив хвойные деревья. Стоит отметить, в этом году за поваленную сосну или ель предусмотрен штраф от 50 до 150 мрп. Это от 172 до 517 тысяч тенге. Кроме того, нарушителю придется оплатить нанесенный ущерб почти 52 тысяч тенге за одну елку. На сегодняшний день в целях предупреждения пресечения фактов незаконных рубок молодников хвойных пород организованы мобильные группы из числа специалистов Павлодарской областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира. За одну даже незаконно срубленное дерево предусматривается административная ответственность. В случае, если природе нанесен урон, превышающий 3,5 млн тенге, то злоумышленнику грозит уже уголовная ответственность. Это лишение свободы сроком на 3 года. Стоит отметить, что на данный момент пока трое предпринимателей официально получили разрешение на продажу зеленых красавиц в нашем городе. Артем Буланов, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». 56-летний Павлодарец получил ограничение свободы за смерть соседа. К нему обратилась женщина, сообщив, что ее побил сожитель и теперь не пускает домой. Попросила вызвать полицию. Позвонив стражам порядка, подозреваемый вышел на улицу. Там он как раз встретил того самого соседа, пьяным. Ударил его по лицу, чтобы привести в чувство и повел домой. Однако не смог удержать, мужчина упал затылком об асфальт. Спустя три дня от полученной травмы пострадавший скончался в больнице. Уголовное дело рассмотрели по статье «Причинение смерти по неосторожности». Сестра погибшего не настаивала на лишении свободы. Приговором суда Павлодарцу дали полтора года ограничения свободы и обязали выплачивать почти 2 млн тенге родным. Сегодня павлодарские школьники перешли на дистанционный формат обучения. Причина – низкая температура и гололед. Об этом первым сообщил главный новостной аккаунт региона Ирбис.тв. Давайте посмотрим обзор самых обсуждаемых тем дня. Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Температура минус 21 градус, ветер 8-14 метров в секунду, гололед. Даже родители и воспитанников детских садов сегодня попросили по возможности оставить детей дома, а школьников перевели на дистанционный формат обучения. А вот видео от нашего зрителя и подписчика аккаунта «Юрбис.тв». На осыле сломался трамвай. Кстати, этой теме посвященный опрос «Как в Павлодаре работал общественный транспорт в мороз?» Сотрудники полиции задержали 31-летнего мужчину, у которого нашли 40 свертков синтетика. Передает «Ирбис.тв.кз». Стражи порядка выяснили, что подозреваемый приехал в Павлодар из сельской местности, чтобы делать закладки. Мужчина, признався, был намерен развозить наркотики, но не успел. Ответственность за данное преступление предусмотрена в виде лишения свободы на срок до 15 лет с конфискацией имущества. Спонсор рубрики новости из соцсетей – магазин сантехники «Аквамир». «Аквамир» – надежные товары на долгие годы. Красота, доступность, качество. А что выбираете вы? Магазин сантехники «Аквамир» предлагает товары для комфорта и домашнего уюта. Вас ждет уникальный мир смесителей, душевых стоек, кухонных моек, фильтров для воды и сопутствующих товаров. Все для канализации, водопровода и отопления. Богатый выбор на любой кошелек. Всех ждут за покупками по адресу улица Абая, 110, «Аквамир». Спасибо за доверие. От бытового насилия в семье страдают не только женщины, но и маленькие дети. Это сильно отражается на их психологическом состоянии. В Павлодаре провели встречу, где люди делились опытом и находили пути решения. Если вы стали свидетелем или жертвой насилия, позвоните по номерам 111, 102 или 150, говорят организаторы встречи. Это может спасти не только вашу жизнь, но и близких, а также детей. Гости мероприятия поделились своими жизненными историями о том, как пережили настоящий ужас. Но прошли этот трудный этап и не сломались. Да, действительно, проблема существует. После случая, который потряс весь Казахстан, это Салтанат. Она наша землячка. И действительно, проблема существует. Очень много женщин, к сожалению, подвергаются домашнему бытовому насилию. И мы надеемся, что такие мероприятия, как сегодняшние наши мероприятия, немного помогут женщинам, оказавшимся в трудной ситуации. Участники встречи твердо решили вместе бороться с бытовым насилием. А такие встречи теперь будут проводить регулярно. Артем Буланов, Максим Носков, телекомпания «Ирбис». После рекламы вернемся в студию. И вот что далее в программе. Хадж по-новому. Сколько туроператоров получили разрешение на отправку паломников? Вы снимаете, мы показываем. Видео с телефонов зрителей в мобильном приложении. Известные композиции и авторские песни. Концерт Мадияра Бахтиярова прошел в Павлодаре. Спорт с Еленой Белоградовой и специальный инфоблог. Скоро продолжим. Приближается Новый год. А это значит, пришло время для подарков. Лучше заранее все продумать и насладиться самим праздником. Без суеты. А в этом вам поможет Бьюти Клаб. Самое подходящее место для идеальных презентов. Специально для вас собраны новогодние боксы не только для взрослых, но и для детей. Качественная декоративная косметика известных брендов, средства для очищения кожи, уходовая линейка, изысканные ароматы. Подчеркните свою красоту вместе с Бьюти Клаб. Для самых романтичных и заботливых предусмотрены подарочные сертификаты. Торговый дом Арман. Бутик 14. Цокольный этаж. Бьюти Клаб. Сияйте ярче звезд. Дорогие садоводы. Дачный мини-маркет Биосад в честь своего пятилетнего юбилея объявляет праздничную акцию. Покупай и выигрывай. Каждая покупка на сумму 5000 тенге участвует в розыгрыше подарочных сертификатов на 50, 100 и 150 тысяч тенге. А чтобы шоппинг был не только приятным, но и выгодным, весь декабрь действует скидка на товары 20%. В ассортименте семена разных сортов, саженцы, грунты, средства защиты растений, удобрения, опрыскиватели, комплектующие капельному поливу и многое другое. Всех ждут по адресу Катаева 36 дробь 1. Пусть растения будут здоровыми, а урожай богатый. Ваш мини-маркет Биосад. Город Павлодар. С 1 по 20 декабря состоится распродажа пятигорских шуб и якутских унтов. Норка, мутон, дубленки. Акция. Принеси старую шубу, получи скидку на новую. Рассрочка под 0%. Время работы с 10 часов утра до 7 часов вечера. Наш адрес. Площадь Победы 25. Бывший кинотеатр «Аврора». Время больших побед. Вся эта «Желдос» – месяц сказочных возможностей выиграть мегапризы. Телебинго разыгрывает две квартиры – 10 и 24 декабря. Лото 6 из 49 приготовил два автомобиля – 15 и 29 декабря. В Винго Той разыграем гарантированный джекпот 20 миллионов и автомобиль – 31 декабря. И еще еженедельно по 1 миллиону тенге в лотереи «Мегамиллионер». Новогодние подарки ждут своих обладателей. Торопитесь, купите билеты в торговых точках на sz.kz и в почтовых отделениях. 17 туроператоров получили официальное разрешение на отправку паломников в хадж. Эту информацию предоставили в Духовном управлении мусульман Казахстана. А также рекомендовали заранее пройти регистрацию, ведь по требованиям Саудовской Аравии заявки на туристов должны быть поданы не позднее 20 декабря. Хадж – это паломничество в Мекку, город в Саудовской Аравии, где в мечети Аль-Харам находится главная святыня ислама – священная Каба. Совершить хадж раз в жизни должен каждый мусульманин, имеющий для этого силы и средства. Для этого нужна особая виза, и обычная туристическая в этом случае не подойдет. Прием заявок будет проходить до 20 декабря. Также важно понимать, что если вы будете приобретать полный тур, а это авиаперевозка, гостиница, трансфер, автобус, кроме того, обязательно у вас должно быть хорошее питание включено. Обратите внимание на это. Ну и самый главный момент. С вами в пути должен быть квалифицированный медик. Они обычно работают с компаниями, продающими туры. Поэтому обязательно узнайте это. Жолдас Коспакулы отметил, что за прошедшие годы турфир мошенников стало больше. Они обманывают верующих. В случае сомнений по поводу компании, можно получить информацию о ней от сотрудников мечети во всех городах и районах области. Артем Буланов, Дамир Ишанов, телекомпания «Ирбис». Время экономических новостей. Ведущая Александра Петрова. Саш, приветствую. Сегодня резко похолодало, ну и таксисты, как всегда, резко подняли ценник. Привет, Владимир. Я тоже заметила, но это связано не только с погодой. В целом, услуги такси подорожали в Казахстане. Здравствуйте. По информации Финпром Киезет, цены на такси за год поднялись на 11%. Сильнее всего это ударило по карманам жителей Алматы. Сразу плюс 40,5%. Следом идет Октюбинская область, где цены выросли на 22%. В Павлодаре на 7%, а в Астане всего на 1,8%. В Карагандинской области стоимость за год не изменилась, а в Восточно-Казахстанской и вовсе снизилась на 6%. Падение цен в магазине строительных материалов в 12 месяцев. Все для ремонта с предновогодними скидками до 50%. Таких цен еще не было. Только три дня с 8 по 10 декабря весь товар можно оформить в рассрочку 0,012. Без переплаты и первоначального взноса. Скидки при этом сохраняются. Акционный товар отмечен желтым ценником. Ассортимент представлен в инстаграм-аккаунте 12МВПВЛ. Магазин работает с 9 утра до 8 вечера. Без перерыва и выходных по адресу Жаяу Мусы 6. Телефон 60-00-67. Воплощайте мечты вместе с магазином 12 месяцев. Быть красивой легко. Модные и недорогие наряды всегда в большом ассортименте в платьице ПВЛ. Найдутся варианты для любого повода. Повседневные и праздничные. Все платья по 4,5 тысячи тенге. Таких цен больше нет нигде. Приходите за новинками в торговый дом Квазар. Первый этаж. Бутик 2.233. И кстати, платьице ПВЛ теперь есть не только в Павлодаре, но и в Экибастузе. В торгово-развлекательном центре Ситимол. В завершении курс валют. В Павлодаре доллар стоит 462 тенге 50 тин, евро 500 тенге, рубль 5 тенге 10 тин. И у меня на сегодня все. Владимир. Спасибо. Продолжим. Установить две теплые остановки Павлодаре планируют чиновники до конца года. Сильные морозы пришли внезапно, и горожане уже успели оценить работу павильонов. Тепло ли пассажирам? Узнала Оселя Скирбекова. По сообщению синоптиков, в предстоящие 7 дней столбики термометров в Павлодаре будут опускаться до 20. В Павлодаре спрятаться от холода в ожидании общественного транспорта можно в теплых остановках. Правда, по городу их немного. Такие остановки нужны ли нашему городу? Конечно. В каком плане? Показать сейчас морозы же на улице, стоит холодно. А вообще их количество надо ли увеличивать в целом? У нас же северные. Да, надо было. На зиму надо, да. А вот эти новые, как вы оцениваете, они защищают, как вы считаете, от ветра, от холода? Ну, от ветра защищают, от холода нет. Первый раз в городе, и мне приятно, что есть теплая остановка, вот зашла. Яскустаная, у нас тоже северные эти районы, там, ну, не так много. Между тем, в городе есть всего 6 теплых остановок. Как сообщают в Акимате, они находятся по улице Ястая, Сатпаева, Чокина, Баян-Батыра и Турайгырова. Две теплые остановки на Квазаре и площади Конституции сдаются в аренду предпринимателям и физическим лицам для содержания и обслуживания. А четыре другие павильона в Павлодаре построены на деньги предпринимателей. Остановки согреваются за счет подвесных кондиционеров, которые и отапливают помещение. Чиновники рассказали, до конца года планируют построить еще два павильона. Установить их хотят по проспекту Назарбаева и на вокзале. Оселия Скирбекова, Станислав Кейкин, телекомпания «Ирбис». Замерзшая лужа во дворе дома по улице Камзина превратилась в каток, жалуются местные жители. По их словам, пока было тепло, никто не реагировал на просьбы откачать воду после коммунальной аварии. Ну а теперь, говорят, люди, ходить невозможно. Все подробности и другие видео в мобильном приложении. Давайте смотреть. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» ТВ-плюс Казахтелеком. Подключайте ТВ-плюс и наслаждайтесь любимым контентом. Дом Камзина 106. Мы подавали заявку, когда еще было тепло. Тут у нас лужа была, в море. Приехали, чуть-чуть откачали и бросили, больше не приезжали. Теперь посмотрите, что здесь делается. Что здесь делается, посмотрите. Ни проехать, ни пройти, застревает. Здравствуйте, Эрбис. Вот нахожусь на дачном, конечная Ладожская, трамвайная остановка, вот конечная. Вот столб один упал, вернее, покосило его вместе с корнями. Вот над тротуаром вот так вот висит. И вон второй столб тоже покосился. Никто не восстанавливает. Примите меры. Первого мая, 286. Вот нам разрешили расширить асфальтную дорожку. Вот машины стали парковаться сбоку. Вот хорошо видно, да? Закатали деревья в асфальт. Но дорога от этого шире не стала. Вот. Как был проезд, вот где скорая стоит, видите, там машина приходится. Так такой проезд и остался. Почему сокращаете детские площадки? Назарбаева, 2931. Вот такая свалка у нас постоянно. Мусорные бачки вывозят, а свалка эта вот в пятницу прошлую только убирали. Получается, все это накидывают в магазины наши. Коробки скидывают прямо вот так. Полиэтиленовые пакеты. Все это куриная продукция, рыбная продукция. Все это валяется. Мусорка, площадка мусорная не огорожена. Тарифы подняли. А вот сны не там. Спонсор рубрики «Мобильное приложение» ТВ-плюс Казахтелеком. Подключайте ТВ-плюс и наслаждайтесь любимым контентом. Все, что ты любишь. Кино, сериалы и национальный контент. Смотри везде, где захочется. Сразу, на всех устройствах. Выбирай все с ТВ-плюс от Казахтелеком. Время коммунальной сводки. Ее ведущая Алина Тимиргалиева. Алина, здравствуй. Подскажи, как лучше всего передавать показания счетчиков? Привет, Владимир. Сейчас расскажу. Здравствуйте. Передавать показания счетчиков электроэнергии повладарцы могут с помощью мобильного телефона, через WhatsApp или SMS, по номеру, указанному на экране. К слову, точно так же можно отчитываться и о расходе горячей воды. Важный момент. В сообщении необходимо указать адрес, лицевой счет, номер счетчика и показания по нему. Вместе с тем, в энергоцентре работает единый контакт-центр 903-309. Показания по этому номеру принимают с 20 по 31 число каждого месяца с 8 утра до 22.00. А теперь расскажу о плановых отключениях на завтра. По информации компании «Монополиста», 8 декабря света не будет с 9 утра до 5 вечера по улице Генерала Дюсенова. В домах номер 9, 11, 16, 18 и 20. А также по адресам EDG B57 и Академик Объектурова 18. Причиной отключения станет ремонт распределительной подстанции. А я напоминаю, по номерам, указанным на экране, вы можете пригласить нашу коммунальную сводку к себе и заявить о проблеме в эфире новостей телекомпании «Ирбис». Это может быть отсутствие воды, электричество или непонимание со стороны обслуживающих организаций. На этом у меня все. Владимир. Спасибо. И немного о культуре. Концерт Павлодарского исполнителя Мадияра Бахтиярова прошел на самой большой сцене города. Поддержали артиста хореографические, вокальные коллективы и коллеги-артисты филармонии имени Исы Байзакова. Позвучали известные композиции, а также авторские песни. Среди зрителей был и наш корреспондент. Мадияр Бахтияров – лауреат многочисленных конкурсов и фестивалей, как республиканских, так и международных. Он регулярно радует повладарцев своим творчеством. Но полноценный сольный концерт в городском дворце культуры – первый. Пока на концерте будут звучать всего лишь пять авторских песен. В багаже еще есть несколько песен, но я думаю, что в будущем я их запишу обязательно. Сегодняшний концерт будет проходить полностью в лайв-формате. Это живой звук, живое исполнение. Знакомые многим песни зазвучали по-новому. А легендарная композиция Мурата Насырова была исполнена в дуэте и никого не оставила равнодушными. Больше часа живого звука. Ценители творчества по достоинству оценили талант земляка. Ценим, да, очень горды, так скажем, за нашего певца. Я знаю его с детства. Он талантлив во всем. Он сам сочиняет песни. Мы пришли на концерт послушать его, порадоваться его творчеству, его пению. Во-первых, я очень рада попасть на этот концерт. Во-вторых, я очень хорошо знаю Мадьяра. Классный парень, шикарно поет. Очень большой талант нашего города. Я считаю, что у него большое будущее. В планах у Мадьяра Бахтиярова записать как можно больше авторских песен. Сегодня он над этим активно работает. Замата Итхалин, Станислав Кекин, телекомпания «Ирбис». Теперь спортивная страничка. Ко мне в студии присоединяется ведущая Елена Белоградова. Как дела? Приветствую. Приветствую, Владимир. Смотри, какая у меня информация о том, что молодежная сборная Казахстана по лыжным гонкам в итальянской провинции проводит учебно-тренировочные сборы и выступает там же в национальном турнире. Я знаю, что это девушки. И что скажешь о повладарках? Все абсолютно у тебя снова верно. В индивидуальной гонке классическим ходом наша Елизавета Толмачева в топ-10, а Сабина Сулейминова была пятнадцатой. Вперед и только вперед. А далее о спорте еще больше. Все самое интересное не пропустите. Все мы помним с детства головокружительный запах свежеиспеченных пирогов. И сейчас пироговая лавка перенесет вас в то волшебное сладкое время. Чем же пахнут их пироги? Теплом бабушкиных рук, маминой заботой, домашним уютом и добротой. Это не просто обычная пекарня, а место наполнено необыкновенно вкусной выпечкой. Всегда горячий и свежий. Ее вкус забыть не получится. Горячий пышный мякиш, аппетитная румяная корочка и много сочной начинки. Ммм, пальчики оближешь. Забрать пироги вы можете сами или заказать доставку по номеру 8 708 504 0169. Пироговая лавка. Пекут с огромной любовью. В автобусном парке города Аксу обновили общественный транспорт. И теперь перемещаться по городу стало еще удобнее. Все автобусы современные и комфортные. А главное, оснащены устройствами для перевозки людей с ограниченными возможностями. Кроме того, автопарк пополнен вместительными автобусами-гармошками, которые позволяют перевозить большое количество пассажиров. Сейчас по городу курсируют 23 автобуса большого класса и 3 маршрутки. В связи с этим автобусный парк приглашает на работу водителей с категории D, кондукторов, контролеров, слесарей по ремонту автобусов и механиков с опытом работы. Вам предлагают стабильную работу, своевременную оплату, полный соцпакет. Станьте частью команды автобусного парка города Аксу и внесите свой вклад в безопасность и комфорт общественного транспорта города. Обращаться по номеру 8 747 414 3809. Победой завершили групповой этап Лиги на ЦУФА. Казахстанские футболисты в заключительном матче. Наша сборная обыграла команду Армении со счетом 4-1. Поединок прошел на Астана-арене. Вперед хозяйки вырвались в конце первого тайма. Отличилась Юлия Мясникова. Далее защитница московского ЦСКА оформила дубль. По голу забили Аида Гастенова и Камила Кулмагамбетова. После шести игр сборная Казахстана набрала 8 очков и занимает третье место в группе С. Впереди футболистки Израиля и Эстонии, у которых соответственно 16 и 10 баллов. Между тем всего 1 очко отделили баскетболистов Иртыша от финала Кубка Казахстана. В раунде 1-2 повладарцы играли с клубом из Астаны. К этому этапу обе команды шли без поражений. У каждой было по 5 побед подряд. Но волей случая им выпало встретиться не в финале, а в полуфинале. Иртыш был усилен лидерами взрослого состава Вадимом Багровым и Алисом Гуловым. Поединок проходил в оборонительном ключе. Никто не рисковал. Но финальные секунды повергли хозяев площадки в шок. 65-64. С небольшим преимуществом победили гости из Астаны. Причина, ну это очевидные ошибки, глупые. Я считаю, сами отдали игру. Могли выигрывать не то, что проиграть на одном чеку. Мы могли выигрывать на плюс 20, плюс 30 с уверенным атриумом. Но из-за своих ошибок, так сказать, проиграли на одно. Это очень обидно. Хоть ты и молодой игрок, но ощущаешь ли на себе давление? Потому что ты все-таки из главной команды. И на тебя и тренер больше смотрит, и партнеры на тебя полагаются, что ты будешь брать на себя игру в трудные моменты. Ну, давление такого не чувствую. Когда вот последние секунды, я просто уверен в себе, что мне надо взять этот мяч и сделать с ним то, что надо. Это поражение невероятно досадное, говорят повладарцы. Всего одного балла не хватило до исполнения мечты. Золото молодежного Кубка Казахстана. Теперь Иртыш сыграет в утешительном финале за бронзовый комплект. В БНТАО сегодня стартовали соревнования по волейболу. Турнир традиционный и всегда проходит в первой половине декабря. Сначала борьбу начинают девушки, затем продолжают юношеские сборные. А играют лучшие команды страны. Команда из Балхаша весь сезон ждет этот турнир. Тренер не скрывает, его воспитанники буквально рвутся в Павлодар. В этом году приехали в четвертый раз и привезли теперь два состава. Игроки младшей группы будут набираться опыта. Волейболисты дивизиона Ю-14 уже бороться за медали. У нас поднялся уровень, просто уровень команд очень поднялся высокий. Я вот сейчас посмотрел, четыре команды уже рассмотрел. Очень высокий уровень. Прям шагнул статус ваших соревнований. Он шагнул вверх. Это очень здорово. И думаю, со временем потянутся очень сильные команды. Они как в волейбольный мир, они же друг с другом общаются. Сейчас услышал Павлодаре такие мощные команды и все рванут сюда. Конкуренция между участниками организации и атмосфера турнира действительно подкупает. От желающих поиграть в Павлодаре нет отбоя. Тренерам приходится делать жесткий отбор. Приглашать стараются лучшие команды со всей страны. Да, можно сказать, малый чемпионат Казахстана, потому что участвуют здесь чемпионы Казахстана. Именно по этому возрасту это команда города Астаны. Второе место у нас серебряный пределочный чемпионат. Это команда восточно-казахстанская. Босса, они тоже здесь на этом турнире участвуют. Поэтому турнир будет очень насыщенный, очень интересный. Но будем стараться попадать в финальный участок, потому что наша команда, спортивная школа номер два, тоже неслабо выступает. Они бронзовым призером становятся в этом возрасте. Турнирную дистанцию в двух подгруппах начали 10 команд. Борьба даже в первый день закрутилась интересная. Итоги подведут в субботу. У чемпионата области по художественной гимнастике в этом году высокая квалификация. Вместе с нашими спортсменками на ковре свои умения демонстрируют грации из столицы. И самое важное, что оценивают участниц судьи с категорией даже международного уровня. За награды Павлодарского турнира вместе с хозяйками будут бороться грации из Астаны. Столицу представляет команда из Умрут. Немногочисленная, но довольно титулованная. В составе уже призеры и победительницы первенства страны, а также начинающие гимнастки. Просматриваем команды. Плюс у нас гости, которые приехали из столицы и привезли сильные составы команд. Это очень полезно смотреть нашим детям, смотреть нашим родителям, нашим молодым тренерам и судьям. И отсуживать. Огромное спасибо за участие. Плюс к нам приехали студия международной категории, которая также помогает нам в судействе. Мюзикл, классика, поп, эстрада и народное упражнение у участниц под любую, какую только хочешь музыку. Соответствовать выбранному образу старается каждая спортсменка. Выступить нужно ярко, выразительно и, главное, без ошибок. У меня две новые программы. Мяч и лента. Я должна посмотреть, насколько они готовы, сырые или не сырые. Они у меня более сложные, чем остальные. У меня там новые риски, у меня там новые элементы, которые я никогда не делала еще. Медали открытого чемпионата Павлодарской области разыграют в личном наговоре и турнире групповых составов. Кстати, здесь конкуренция невероятно высокая. 11 команд. А всего в соревнованиях участвуют более сотни гимнасток. Зюдоисты ЗАГСУ победители республиканского турнира. Юные мастера борьбы достойно представили регион в столице. На счету совсем еще маленьких спортсменов пять золотых медалей. Досрочно свои поединки завершили Айдархан Камар и Ильнур Мухамеджанов. Также на высшую ступень педестала поднялись Ислам Хафес, Айшуа Куандык и Каусар Жаксыбек. Далее ребят ждет масштабный старт в Караганде. А боец Зыки Бастуза выиграл главный бой за титул чемпиона Лиги Найза. На турнире по смешанным единоборствам Найза А55 в Астане состоялся главный бой вечера, в котором встретились казахстанский боец Диаси Ренгейпов и японец Рюя Фукуда. В этом противостоянии наш земляк защищал свой пояс чемпионов на их чайшем весе, а Фукуда подошел в бой в статусе президента. Титульный поединок был рассчитан на 5 раундов и продлился всю отведенную дистанцию. Закончился он победой Еринга Ипова единогласным решением судей. Диас Ренгейпов одержал 15-ю победу в профессиональной карьере, а Рюя Фукуда потерпел 8-е поражение. Стоит отметить, что теперь экибастузец идет на серии из 6 побед. О спорте на сегодня все, но мы еще не прощаемся. У нас есть время для специального информационного блока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Вот теперь это вся информация о развитии событий уже в следующих выпусках. Новостей на сегодня больше нет. В студии работали Елена Белоградова и Владимир Чебенко. До встречи. Счастливо.